Привет! Как дела? Многие мои друзья, а также подписчики часто спрашивают меня, зачем я продала дом в Лондоне и не жалею ли я об этом. Сегодня расскажу, как, что и почему. Итак, после смерти моего брата в 2016 году я вступила в права наследства. Об этом я тоже чуть попозже буду рассказывать. У них это называется право администрирования, а не наследие. И так как я училась в университете и моя виза заканчивалась в 2017 году, шансов на то, что я останусь дальше, буду продлевать свое обучение, к которому я тогда не была готова, потому что учиться мне уже надоело на тот момент, денег не было. Мне приходилось продолжать платить ипотеку за дом. Для этого я сдавала комнаты, очень много различных дел было, что у меня не было даже сил, возможностей и желания искать работу. И в принципе я знала, что это очень сложно, потому что на тот момент надо было найти такого спонсора на работу, который бы платил мне 35 тысяч фунтов в год. С моим образованием и без какого-либо опыта работы в Великобритании это было практически невозможно. Но я продолжала искать, я пыталась устроиться в Russia Today, на BBC отправляла резюме различной компании, которые хоть как-то подходили к моему образованию и к моему опыту работы, который я имела, так скажем, в качестве фрилансера. Но, конечно, работодателю было проще взять русского человека или русскоговорящего человека с европейским паспортом, чтобы не париться с оформлением спонсорской рабочей визой. И поэтому, конечно, мне поступали одни отказы. И так как моя виза заканчивалась в конце октября, я дала себе некую такую установку, если я до июня не нахожу шансов для продления моей визы, а это были только обучения, на которые у меня уже не было денег, потому что я отдавала и свои деньги, в том числе за ипотеку брата, не нахожу мужа, ну, это было практически невозможно вообще за все 8 лет, и также не нахожу работы, то с июня я начинаю выставлять дом на продажу, потому что я понимала, что с домом, если у меня нет резидентской визы, будут одни проблемы. Во-первых, там постоянно у моих арендаторов что-либо ломалось, мне каждую неделю в выходные приходилось ездить туда, решать какие-либо проблемы. Я понимала, что я ни на кого не могу положиться в процессе решения вот этих вот проблем, даже агентство все равно оно будет так вот по боку пускать решение всех вопросов, и не дай бог, что произойдет с арендаторами, они съедут, пока там агентство найдет. Это все было бы очень долгим процессом, за который тоже приходилось бы платить из своего кармана денег, в котором у меня уже не было. Ну, я там что-то заработала за последний год учебы, ну, допустим, 10 тысяч фунтов, но где-то я затыкала какие-то кредиты брата, где-то я сама что-то оплачивала, а еще часть я отложила на то, что на время продажи у меня уже не будет арендаторов, и мне все равно надо будет выплачивать ежемесячный платеж, а это было 1000 фунтов в месяц за ипотеку. Я понимала, что у меня виза заканчивается, и нет никакого шанса, что мне дадут туристическую или какую-либо другую визу в любой момент, в любое время, мне могут просто-напросто отказать в визе, и там хочешь, не хочешь, а никак не поедешь и не приедешь в Великобританию, чтобы порешать все эти вопросы и, ну, найти там новых арендаторов, и вообще проконтролировать весь процесс оплаты ипотеки и так далее. И, если честно, до сих пор, вот я думаю, стоило ли продавать или не стоило, однозначно, я ни о чем не жалею. Во-первых, пандемия, как бы я туда поехала, я не имею никакого резидентского статуса, чтобы туда въехать, туристические поездки были запрещены, деньги огромные на то, чтобы в пандемию поехать в Великобританию, это около 100 тысяч как минимум надо было, когда обычный билет в Великобританию мне обходится не более чем в 15 тысяч туда и обратно. В общем, очень много всяких проблем в пандемии, поэтому я и не летала с марта 2020 года в Великобританию, в Лондон, а сейчас вообще военная операция, и как я туда попаду. А если у меня все арендаторы уйдут, я не смогу оплачивать ипотеку, в итоге я попаду на бешеные проценты пении, помимо того, что сам долг еще там висел 3 четверти, что надо было выплатить за оставшиеся 30 лет. В общем, как я представила, вот эту вот ипотечную виселицу для меня уже лично, потому что я взяла ответственность за дом брата, я решила, что лучше я получу сейчас некий вот этот вот баланс, который брат уже выплатил с продажи дома, что мы можем уже взять себе. И расквитаюсь с ипотекой, не буду никогда никому ничего должна в Великобритании, потому что Великобритания — это все-таки огромные платежи. Платить 100 тысяч рублей в месяц я не могла себе позволить, будучи в России. У меня не было никакой подушки безопасности, и я не знала, как это все обернется потом. Вот представьте себе, я сейчас, например, сдаю 3 комнаты в этом доме, там всего было 4, и за 3 комнаты я могла бы получить, допустим, 1500 фунтов. Но, например, в пандемию люди разъехались, я не могу приехать туда, потому что у меня нет визы, у меня нет доступа, и проконтролировать на какое-то агентство по недвижимости, возложить эти функции. Я знаю, что это очень долго через агентство сдается, пока там подпишут контракты. Все, я сдавала без каких-либо контрактов. Вот просто ты сегодня платишь деньги и сразу же получаешь комнату. Поэтому я даже не знаю, как бы я справилась. То есть я представляла, что я попаду в такую вот реальную-реальную кабалу. И я решила избавиться от этого. Ну, раз не дается мне Англия, раз не дается мне вид на жительство, раз не дается мне еще какая-либо виза, которая бы мне давала шанс подать на гражданство, или хотя бы на вид на жительство, раз я не могу без каких-либо условий посетить Великобританию, не получив визу, то я не смогу больше контролировать этот процесс. В итоге вся ипотека запустится, и мне придется выплачивать еще и не то, что весь баланс, который там накопился. Ну, в общем, в итоге я останусь у нуля, а то и вообще в минус уйду, и буду должна всю жизнь платить этой Великобритании свои личные деньги. Поэтому вот так вот решила продать. Конечно же, предварительно посовещавшись с мамой, но она махнула рукой, сказала, делай что хочешь, мне уже все равно. Дом мы продали за 350 тысяч фунтов, и получили одну четверть с этого. И вот на эти деньги мы купили вот эту вот квартиру в Петербурге, двухкомнатная квартира в Невском районе, в достаточно новом доме. Поэтому, если честно, зная, что вот такая вот сейчас ситуация в мире, что я русская, меня не пустят в Великобританию, и даже если я была бы уже с гражданством в Великобритании, там могут тебя лишить просто собственности, или не пустить в эту страну по причине русофобии. Я не знаю, как сейчас дальше будут складываться события, но я очень рада, что именно в тот момент я сделала такое решение, и до сих пор об этом не пожалела. Да, квартиры, дома поднялись в цене за последние пару лет, ну, где-то в полтора раза. Но и тут тоже недвижимость подорожала, и в итоге я за три года, что мы владеем этой квартирой, заработала как бы еще 2,5 миллиона рублей, так как сейчас моя квартира стоит на 2,5 миллиона рублей дороже. В общем, вот такие вот дела, некие такие значимые решения приходится делать в жизни, просчитывать все риски. Но об этом я подумала и уже начала просчитывать еще до моего второго высшего образования MBA, администрирования в бизнесе, где главным условием создания любого бизнеса было просчитывать риски. О своем образовании я тоже уже рассказывала, если кто не помнит, смотрите в этом ролике. И да, уже с продажи вот этого дома нам хватило не только на квартиру, но и также через полгода после того, как я вернулась в Россию в 2017 году, в апреле 2018 я уже снова поехала учиться на полтора года на этот курс MBA, получила образование и в принципе ни о чем не жалею. Вот такие вот дела. Поэтому да, приходится решать какие-то конкретные, значимые вопросы в твоей жизни, и ты должен просчитывать все наперед, предсказывать все события, которые в принципе может быть и нереальные. Но вот для меня основным таким пунктиком было, а что если я не получу даже туристическую визу? Я не смогу посетить Великобританию, и я уже не смогу контролировать процессы, происходящие в доме, арендаторов, платежи по ипотеке, и вообще, что там ломается, и как оплачивать там отопление и газ. Кстати, про газ. Сейчас вот, допустим, эти платежи уже взлетели на 30% выше в Великобритании, а к концу года ожидается еще выше процентов на 50. Поэтому, что бы я делала в этом случае, я бы, наверное, ушла в самый-самый минус, и просто бы мне, наверное, пришлось бросить эту недвижимость в Великобритании. Я бы осталась с нулем у разбитого корыта, у меня бы не было и этой квартиры, и дома в Лондоне. Вот почему я сделала такой вот шаг, который мне долго пришлось просчитывать самой, и выбрать такое решение, продать там дом и купить квартиру здесь. Надеюсь, я ответила на вопросы, которые мне часто задают, почему же я продала дом в Лондоне. Ведь иметь дом в Лондоне – это очень престижно и хорошая инвестиция. Но контролировать дом из-за границы – это очень тяжело. Плюсом к тому, мне бы еще пришлось платить большие налоги, так как я бы не являлась налоговым резидентом в Великобритании, и это бы еще больше опустошило мой кошелек. Вот такие вот дела. Как я продавала дом, и с какими трудностями я сталкивалась во время сдачи комнат. Ну и также про все поломки и конфликтные ситуации, которые возникали у меня в этом доме, я буду рассказывать позже. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить. Пока на этом все. Не прощаюсь с вами. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok